На этой неделе выдающемуся мансийскому поэту Ювану Шесталову исполнилось бы 85 лет. Он родился 22 июня 1937 года в день Большого Солнца. Сын коммуниста-председателя колхоза, внук Шамана, закончил два педагогических института в Ленинграде и в Тюмени. Паспорт сначала получил на имя Иван, но в 20 лет поменял документы на свое родное Юван. Первое стихотворение он написал в 12 лет, а сборник под названием «Запах моей Родины» увидел свет спустя 10 лет. За свои произведения Юван Шесталов был удостоен государственной премии РСФСР имени Максима Горького. Кроме стихотворений Юван Николаевич писал и прозу. Сегодня его имя носят научные конференции и премии. Чем же еще прославился югорчанин и как ему удалось сохранить культуру народа манси, расскажем в следующем сюжете. Югра мой рай, мой отчий дом, нет счастья мне в краю другом. В Югре не стынет стоном кровь, в Югре играй моя любовь. Этим стихотворением мансийский поэт показал лишь малую часть своей любви к югорской земле и своему народу. На деле же Юван Шесталов произвел настоящую революцию, благодаря которой весь свет и узнал о том, кто такие манси. И речь сейчас идет не о книгах, которые издавались многомиллионными тиражами. В 1988 году Юван Шесталов пригласил съемочную группу клуба «Кинопутешествий» на национальный праздник «Медвежье игрище», что стало настоящей сенсацией. Он играл очень важную роль в культуре мансийского и хантыйского народа. И вот в этой передаче не просто показывают быт, культуру мансийского народа, а показывают запрещенный праздник «Медвежье игрище». Юван Николаевич непосредственно участвовал в реконструкции этого праздника. И к этому празднику мансийские мастерицы шили эту рубашку. Юван Николаевич очень дорожил мансийской рубашкой. И на все значимые мероприятия он всегда одевал эту мансийскую рубашку. Эффект от показа передачи по центральному телевидению был феноменален. Дело в том, что через год в Москве организовали первый международный фольклорный фестиваль. Тогда в столицу отправилась и делегация из Югры во главе с Юваном Николаевичем, которая в Сокольниках показала отрывки из тех же «Медвежьих игрищ». Юва Шестала всегда подчеркивала, что его миссия как поэта – открыть миру культуру маленького мансийского народа. У нас быстрота от резвых щук, от них порыв и пыл. А наш осетр, наш добрый друг, на скважности склонил. У нас нежность сосенских сельдей, на пористость язя. Живучи с отроческих дней у нас от карася. Глаза таймени молодых прекрасны, как цветки. Мы детям подарили их, сынам моей тайги. Твоя коса, как рыбий хвост. Красавица моя, твой бисер ярче зимних звезд. Точь-точь, как чешуя. Приглашение на югорскую землю киношников из Москвы был не единственный дерзкий шаг со стороны поэта. Дело в том, что в начале 90-х свет увидел журнал «Стерх», где печатались стихи и произведения финно-угорских писателей и поэтов. Первые номера печатались в Ленинграде, так как там была вся необходимая для этого техника. Выйти в свет тиражом 15 тысяч экземпляров. Именно столько только мы нашли бумагу, необходимую для издания цветного журнала. На это ушло мне на изготовление журнала полтора, а может быть и все два года. Советский Союз, там была особая идеология, и все журналы назывались так «Пламя», «Знамя» и вдруг «Стерх». Более того, он издает не просто журнал «Стерх», он издает одноименную газету, но уже называют ее «Белый журавль». Значит, мы сохранили в своей культуре очень древние вещи. Недавно нас называли то дикарями, то что нет. Оказывается, мы сохранили загнанные в болото, в естественном холодильнике, мы сохранили древний язык, даже древнюю культуру. Что такие танцы, которые сейчас все пляшут, а мы не переставали плясать. Это так плясали скифы. Как часто проходили чтения своих собственных произведений дома? Постоянно. Ну, то есть он нам читал, что вот написал, приходил, читал. Ну, а когда гостят, тем более... Были какие-то у него правила, когда он читает, как себя должны вести слушатели? Ну, они должны слушать и тихо сидеть. И если кто-то гремел вилкой, то он на них осмотрит, и тут человек сразу затихает. Просто он молчать умел. Впрочем, строгий взгляд поэт использовал очень редко. Больше Юван Николаевич любил общаться и мог с легкостью заговорить даже с первым встречным. Метеор отправлялся в 6 утра. Это же метеор, замкнутое пространство. Единственный вид транспорта в те годы, конечно, он был переполнен. А для Ювана Шесталова один человек, это уже была публика, а тут целый метеор. Он вставал, начинал читать стихи, что-то декламировать, рассказывать. Ильзията Владимировна, конечно, очень мягко. Люди отдыхают. Не мешай их. Он всегда беспрекословно служился. Запомнился Юван Шесталов и своим трудолюбием. Недаром его кабинет сейчас в точной копии находится в музее Торума. К слову, и появился этнографический музей по его инициативе на одном из священных холмов города. Юван Николаевич буквально заряжал окружающих своей энергией. Сегодня у Ювана Николаевича есть продолжатели, которые не дают культуре малочисленных народов Севера угаснуть. Взять, к примеру, Дениса Вынгелева. Его творческая группа разработала онлайн-переводчик мансийского языка. Особенность приложения в том, что озвучиваются слова как мужским, так и женским голосами. Мансийская культура, она дуальная. И вот мы такой же подход в переводчике сделали, то есть дуальность культуры, что женский мир, он со своими темами отдельно, то есть со своей цветовой колористикой, с темами обихода жизненного. И мужской мир, то есть немножко другой. И, соответственно, сама озвучка, она тоже отличается из-за этого. То есть женская, она более такая мягкая. Прославить мансийский народ, возможно, такую миссию возложил на Ювана Шесталова его дед. Он был шаманом, а когда восьмилетний внук тяжело заболел, тот излечил его, передав при этом часть своей силы. И со своей задачей Юван Шесталов справился. Я стерх, я журавль, священная птица. Я плачу, внимают мне все колдыны, Я плачу шаманю. Священные мысли и мудрое слово В мой плачь вплетены. Субтитры создавал DimaTorzok